Всем привет, с вами JBH007, и это у нас... Как бы это назвать? Это что-то типа нового сезона, такого маленького развлечения для меня. Чисто в сингле, пожалуй. Хотя... Нет, всё-таки, наверное, это будет чисто сингл, у такого сервера не будет с таким набором модов. Это минимальный набор модов. Я сейчас немножко объясню, что это такое, но сначала я поиграю с опциями. Так, для начала такое, как бы это сказать, маленькое отступление. Некоторые индивидуумы, я тоже был, кстати, одним из таких индивидуумов, пытаются поставить сверху на Optifine, MC Patcher или наоборот. Собственно говоря, этого делать не надо по одной простой причине, потому что Optifine включает встроенный MC Patcher. Ага, я тоже в шоке был на самом деле, когда я узнал, но, в общем, не повторять таких косяков. Собственно говоря, у него есть настройки, всё, к сожалению, на английском, но я по-быстренькому пробегусь. То есть, это как бы обзор на водная серия. Собственно говоря, это у нас тут некоторые настройки. Чистая вода. Пока это не будем включать, собственно говоря. Bettergrass. Bettergrass это такая опция, которая в MC Patcher есть как галочка. Это когда, как бы сказать-то правильно, в общем, когда у вас нету, ну вот, трава рядом с травой стоит на один блок выше, и между ними как бы нету самой земли, то есть там как трава прорисовывается. Также есть Better Snow, а тут просто онов. Better, так, и что тут? Natural Textures. Также, в чём огромный плюс Optifine, тут можно прямо на ходу, не перезаходя на сервер и так далее, менять ExtrPack. Так, посмотрим. Ну, вот тут есть у нас фазы. Weather, погода. Можно выключить погоду. Время. А, да, ну, там, автосейв. Три минуты, ладно. Fullscreen, ну, ладно. Это мы забьём. Ну, вот, соответственно, Smooth FPS, Far. Здесь почти всё настраивается. Кстати, очень полезная... Так, миссию на... Упс. Так, Animation. Так, сейчас вспомню. Ну, так, здесь мы просто ставим... Анимацию. Ух ты. Ух ты. Настройка анимации, там, петаль. Собственно говоря, Clothes. Clothes, Clothes. Облака. Не, мне не нужны облака. Деревья. Вода, небо. Ну, соответственно, график. А, трава. Ну, это красиво. Вот. Дождь и снег. Выключает вид дождя и снега. Сейчас, по-моему... По-моему... Кстати, вот это облака. По-моему, есть ещё... Я-то не помню, отключает здесь звук или нет. Вот эта опция. Но... Или только звук. Честно, вот не помню. Ну, что ж, посмотрим на список модов. Это Forge. Ну, куда же без него? Это Optifine. Опять же, куда же без него? Это Cold Chicken Core. Ну, что поделать. Я Notanove Edems поставил, как и Race. Да, я Race Minimap не поставил. Окей, будем играть теперь по-честному. Нет, я не люблю играть. Ну, как по-честному? Я образно... Ладно, сейчас поставлю на паузу, закину Race Minimap, потому что без неё я как бы не люблю играть. Хотя без неё можно играть на самом деле. Так, ну и, в общем, возвращаясь с Race Minimap, так, Optifine, Forge, в общем, классический набор. Ну, тут ещё... Да, тут не стоит опять Inventory Tweetson. Так, ладно. Сделаем как обычно. Просто я уже привык к этим модам, и на самом деле они очень полезны. Я бы их не назвал сильно читерскими, ну, кроме Race Minimap, но... Блин, ребята, к Race Minimap можно привыкнуть. Это не настолько читерский мод. Так, возвращаюсь с Inventory Tweetson уже. Так, я вернулся, но по-добавному источению обстоятельств, модов получается 13. Ну, ладно, на это мы забьём. Собственно говоря, Note of Items. Вот Inventory Tweetson. Ставил почему-то он под 1.24, но... Я не знаю, у меня он работает. В общем, Red Power, полная сборка и Iron Chess. Собственно говоря, никакого Industrial, никакого Buildcraft, никакого Forest, или вообще никакого читерства. Это Vanilla плюс Red Power. Ну, а Iron Chess для удобства. Ну, что у меня в планах возможно построить фреймовый карьер. Опять же, возможно. Ну, я хочу себе новый мир. И назвать его LP Technic Mods Only RP S1. Возможно, это бы и есть сезон, а может и нет. Но, кстати, в планах так же, как появится время. Ну, потому что сейчас времени не так... Не то, чтобы очень много. Как бы... Ну, потому что... Сейчас мы проходим и ПТБшку с Блэйдом, Borderlands одновременно. И как бы ещё на один цикл, чтобы каждый день, например, записывать, времени не будет. Поэтому этот цикл будет выходить, как у меня А будет желание на нём играть, и Б, как у меня будет время на нём играть. Также, возможно, будет ЕЕ-шка плюс Таумкрафт чисто. Ну, вот чистая сборка. ЕЕ-шка нужна просто для равноценного обмена, если как вы понимаете. Потому что без дополнительных модов сильно с ЕЕ-шкой не почителить. Ну, как бы. Так, генерация структуров, дефаут. Ну, я хочу на самом деле горный биом, потому что я люблю горный биом. Я очень сильно люблю горный биом. Ну, в плане горный, обычный, не снежный биом. Такой красивый какой-нибудь, я не знаю. Ну, и обычно, что мне сейчас он не подарится, и поэтому я не знаю, на ком я биоме буду играть. Очень, кстати, забавный был баг на 1.8.1, когда горный биом, который снежный, генерировался без снега. Это смотрелось вообще очень, очень, не очень, не очень, и очень красиво, кстати. Так, сразу... Да, я, кстати, сразу говорю, я буду играть только на Писфоле. Ну, за маленьким исключением. Так что не дуйтесь на меня. За это. Ух ты. Ну, что сказать. Не очень хорошо это, ну ладно, ну в плане проподлагивания. Вот, кстати, вот эта опция Better Grass. И графика у меня красивая стоит. Ммм, может это слишком жирно? Ладненько. Так. Ладно, так уж и быть. А, вот Fancy, ну ладно. Order Distance Normal. Так, ладно. Animate. Так, не туда. Так, quality. Вот, видите? Ладно, поставим быструю. Как, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ладно, ой, пускай будет так. Ну, чтоб сильно не подлагивал и, в общем, было все отлично. Ну, как сильно не подлагивал? Для меня, чтобы не подлагивал, должно быть, ну, 30 фпс это мало, честно говоря. Для меня, я люблю больше. Я такой, я суровый. Так. Хм. Я даже не знаю. Оставляйте все вот это банальное начальное видео. Ну, ладно, откроем. Да, так же. Вот это перенастраивать надо. Ну, Inventory Twix обычно нормально настраивается с нуля. Убрать и, в общем. Сколько игра я написываю, я вообще еде заботиться не буду, предположительно. Кстати, по-моему, звук Майнкрафта будет громче меня, в теории. Так же, здесь мне придется собирать песок для стекла, потому что здесь нету волшебной вещи, как измельчитель. Так, ну, глина. Наверное, вы спросите, зачем же мне глина? Шел бы я добывать дерево? Не, ребят. Глина forever. Потому что из глины... Ну, при помощи глины делаются крутые штучки из Red Power. Да, я бы даже сказал, почти все крутые штучки делаются. Ну, в плане при помощи печки, которая делается, естественно, из глины. Кстати, я сейчас умру с этими тампами. Давай, плыви, чувак. Еее. Он выжил. Ура. Еще можно делать вот так вот и не париться. Есть старая фишка, дрель плюс дверь. Я сошью еду. Хэм. В общем, плывем на дно. Находим глину, ставим возле нее дверь. И дрелью из икашки, и все это дело перерабатываем. Кстати, глина всегда выпадает по четыре. Вроде как. Не, я не люблю такое дерево, но отвратительно я пойду в поисках другого дерева. Да, я сейчас буду страдать фигней. И буду записывать, скажем так, похождения на полуванильном сервере. В общем, на самом деле, поначалу даже хотел ультра-хардкор. И, в общем, вот только вот этот набор модов. Ну, еще и кашку такие. Ну, понимаешь, что такое ультра-хардкор. То есть, я нарыл. Как бы это сказать? Ну, в общем, я не знаю, как это правильнее обозвать. Ну, назовем это... Ну, ультра-хардкор, по сути, он как мод, только. Я не знаю, это сложно просто объяснить. Я не знаю, честно, как это объяснить. В общем, я нарыл что-то типа ультра-хардкора в том, как бы это назвать, голом, что ли, виде. То есть, когда его нужно самому устанавливать. И, в общем, тем самым, получается, ну, можно будет нормально поставить сверху с модами. Я, честно говоря, не сильно экспериментировал, но вроде как моды спокойно уложатся на ультра-хардкор. Потому что, ну, да, с полюмоникой контором мы играли на ультра-хардкоре. И мы ставили с плейтом Optifine. И, в общем, просто для теста. То есть, Optifine это, ну, еще раз минимум был, но мы его не стали ставить просто, потому что я посчитал, что это слишком читерно будет просто. А Optifine это не читерно, но для проверки нормально. Собственно говоря, на 1.3 и 1 ультра-хардкор спокойно работал с модами. Ну, то есть мы нашли, как я уже говорил, такую исходную версию. Не собранную уже кем-то, непонятно как, а по-нормальному. Кстати, какие замечательные текстуры Faintful. Возможно, я буду играть на Faintful, либо на самом дефалте. Ну, на дефалте меня подзадолбало, и я хотел всегда играть на Faintful с техник-модами. Но формально я это не буду называть техник-сборкой, потому что это не техник-сборка. Так, я буду жить здесь. Так, мне еще одна брюна нужна. Так. Еще, блин, а мне нравится это место. О, нет, я буду жить вот здесь, ребята. Зашибись. Мне это место уже нравится. Хотя горы, честно говоря, я больше люблю. Так что, если кто-то знает, прям офигительный горный биом, как вот я снимал подкаст на... О, тут еще и кузница даже есть на 100 видео. О, у нас тоже, да, вроде, на 100 плохой житель. И вот, хотя, ну, в плане, ладно. Почему? Забавно. Ну, вот про вот это вот, такого не должно быть, но ладно. Житель шел вперед. Давай, давай, давай. Вот, кстати, забавный баг генерации. На самом деле, забавных багов генерации очень много. Но я тут немножко потурю земли. Я думаю, жители не обидятся. Наверное. Я потом... О, привет, кузнец. Давайте посмотрим, что же он нам подарит. Подарит он нам фигню всякую. Оденем каску и пойдем в пещеру, ну ладно. Так, ну, на самом деле тут... Не, я буду тут жить. Все, решено. Я буду в этом домике жить. Так, зачем я только верстак делал, правда, так. Две железные кирки. Да, это две железные кирки, я прям уверен. А, мне еще нужна также шерсть, потому что... Нет, ну, хотя я недалеко от спауна, но я люблю... Так, одну кирку положим сюда, как обычно. Кстати, Optifine, как и MC Patcher, он делает весьма красивыми текстурой стекла. Тут есть халявные печки, тут есть лава, хотя... Зачем она мне нужна? Так, а там есть халявный верстак с книжками. Но мне нужны овцы. Ну, кстати. Вы, конечно, этого не видели, но кое-кто присоединился сейчас к сети хамачевской. Так, коровы. Коровы я не... Корово-убийца. Хотя мы будем встать. Ну ладно. Мне нужны три овечки, я... Хм... У меня просто есть мысль маленькая. Не убивать этих овечек, но я... Я немножечко жестокий. Вот, знаете, так всегда будет. Вот сейчас дофига коров. Но я играю на писуль, поэтому нету андерменов. Ну, хотя это не проблема, я могу поставить лайк, но тем не менее. Самое смешное, что когда, ну, тогда играли на техник-сервере, ну, еще там, первый сезон, то самое смешное было в том, что коров нигде не было. Там чуть ли менее на тысячи... Мы там тысяча на тысячи блоков обшарили в квадрате, только их нашли. Зато овец было как грязь, а сейчас наоборот. Вот так всегда, вот, на самом деле. О, там лава. Кстати, здесь ведро в печку, если запихнуть с лавы, оно исчезает, но на 1.3 оно не исчезает, поэтому 1.3 круче в этом плане. Но, к сожалению, Red Power на 1.3 не скоро портирует. Мне, кстати, нужно не забыть, что я живу вон там. Поэтому мне приходится ждать. И, кстати, даже не спрашивать, почему я не иду в шахты, потому что я занимаюсь полной фигней сейчас. Красивый цветочек. Ну, в плане, это цветок, который дает индика красить, добавляем модом Red Power, но красивый цветочек звучит как-то получше, честно говоря. На самом деле, мне понадобятся красители, мне понадобится Flux Seeds, кстати, что мы сейчас будем получать. Кстати, при помощи Flux Seeds можно тоже получить шерсть, но, кстати, это были Flux Seeds. Ну вот, а вес найти проще, честно говоря. Потому что Flux Seeds, это нам нужно примерно 4 на 3 и поделить на 2. То есть, по сути, нам нужно как минимум 6 Flux Seeds, ну, в плане вырастить в 6. В общем, нам нужно посадить 3 Flux Seeds и дождаться, пока до полных стыда растут. И то не факт, что мы получим нужное количество, но это так, почета в уме, так что можете не париться. На самом деле, в идеале найти стаю овечек и не знать никаких проблем, но, к сожалению, стаю овечек не так-то просто найти. И в этом огромная печаль. Да, я, конечно, могу прыгать по-тупому, но я все-таки... Привычка с ультра-хардкорой осталась. Ну ладно, не терять хп. Кстати, у меня каска покоцанная, нет, у меня не покоцанная каска, у меня... Ну, прикольно, кстати, ну, закрыто. Обычно водой заливает, и это мне больше всего не нравится. И в то же время это очень удобно, потому что можно спуститься тогда, но... Это палка о двух концах, в общем. Кстати, у меня в планах сделать автоматическую ферму по руке деревьев на Red Power. Ну, вы, наверное, немножко прикинули, подумали и офигели, как же ее собрать. Да, я тоже офигел, но у меня реально есть офигительная мысль, как ее собрать. И я ее, наверное, соберу со временем, опять же. Неплохо, неплохо. Если бы реально в Майнкрафте были такие тени... Ну, снимая графика. Кстати, мы слышим прекрасную фоновую музыку, и да, я ее не выключил, потому что я ее хочу послушать. Да, не удивляйтесь, я просто хочу поиграть немножко, как на ваниле. Не знаю, зачем, правда, но... Это круто. Почему не знаю тоже? Так, для начала мы, не знаю, плюкаем сюда меточку. Назовем ее мы, как обычно, Home. Я, кстати, вижу, что уже снимаю все минуты, поэтому как я сделаю себе кровать, если я ее вообще сделаю, то я тут... Так, это же халявное дерево. Ну, ладно, для этого нужен топорик. Так, а у меня нет топорика, поэтому... Так, ладно. На самом деле, я сейчас пойду за камнем. Ну, можете сказать, конечно, разбери вот эту деревушку, но я слишком добрый, и я пойду... Выкопаю здесь камня. На самом деле, я потом поставлю просто генератор Кобла. Если меня это, конечно, заинтересует. И не буду вообще париться, но... Пока что у меня нету генератора Кобла, как вы могли заметить, и поэтому мне приходится париться с Коблом. Мне совершенно темно, но пофиг, потому что у меня peaceful, еее. Для буржуйства можно было бы сделать, конечно же, ножницы, чтобы овечек бедных не мучить, но... Железа нету. Так. А, зачем мне печка? У меня же есть халявные печки. Также, почему я оставил, как минимум, Red Power, потому что Red Power позволяет... Как бы это пора не сказать, на самом деле. Так, ладно, я пока не буду расходовать древесину. Э, житель, это мой домик, валяйте. Да, я добрый. У меня уже замечательное место для моей постройки. Лучше не как для постройки, для флаксиц. О, идеально. Главное, если не случайно, не наступить. А теперь пошли искать коров. Шестиле. Хорошую романтику крутить. Ммм, медь. Ммм, колерку. Ой, тьфу, ну ладно. Знаете, на самом деле, весьма неплохо, что их так тут много. Это прямо облегчает мне работу, если бы я был бы с джетпаком. Но, к сожалению, джетпака нету, а ставить я его не хочу. О, тростник. Это тоже замечательно, но мне нужны овцы. На самом деле, если я сейчас найду вторую деревню, я офигею. Но я, скорее всего, не найду. Наверное. Кстати, вот это, наверное, первый раз. Ну, точнее, второй раз, когда я прям сразу в начале игры нахожу деревню. Так, я не помню. Нет, тростник все-таки нужен, по-моему. Так же у меня в планах... Ну, в начале я хотя... В общем, какая у меня основная пока что проблема? Это... Это не мобы. Я пока что не могу определиться, делать ли мне автоматическое производство на обычных печах. Или все-таки подождать, набрать немножко ресурсов, чтобы сделать на... Ну, всю переработку на... Как его... Так, что-то начало подлагивать. На RedPower, на печках. Не, определенно, это нехорошее место тут у меня лагает. Ой. Давайте взглянем на этот FPS. Не, ребят, чё за фигня? Всего... 300 емте, тихо, ты чё, издевайтесь. А я умирать не хочу. Надо уходить отсюда срочно. Я не понимаю, почему меня залагало на самом деле. Это... Не, ребят, не, чё за фигня? Не, я не понимаю. Я что-то определенно в этой игре не понимаю. Так, я сейчас поставлю на паузу, когда у меня повысится FPS, или я разберусь, из-за чего он так упал, я вернусь. Ага, забавно. По непонятным причинам, когда я приостановил запись, и... Когда я приостановил запись, у меня почему-то резко подскочил FPS, и теперь снова, когда я включил, он как-то снова упал и снова повысился. Я ничего не понимаю в этой жизни, можно так сказать. Кстати, здесь никак не добыть лёд. Это немножко печально, но... У нас есть замечательные трубы. Ну, если вы понимаете, к чему и о чём это я. Так, я пока что с этим мониторчиком побегаю. Так, а у меня метка, да, метка стоит. О, нет, я заблудился. Где я? Я точно не туда. Значит, я иду. Никогда не привыкну к карьеру с мини-мэп, потому что... Кстати, есть одна классная фишка, её можно превратить... Ну, точнее, ей можно изменить графический вид и её превратить в занс мини-мэп. Для тех, кто знает, конечно, даже, что это такое, но... Меня она больше устраивает в таком виде, честно говоря. Вопрос, потому что я... Ну, не то, чтобы я не люблю крутящиеся карты, я нашёл себе дом. Ура. Ура. Я люблю крутящиеся карты, но почему-то мне в Майнкрафте крутящиеся карты не нравятся. Я не знаю почему, но... Вот это, кстати, мой будущий дом. По-любому я прям уверен. Мой мне тут уже нравится. Так, назовём это место... Маус. По-моему, нет, но... Маус. Лол. Полный лол я забыл, как горы. Назовём холмы. Хиллз. Кстати, тут, по-моему, где-то подписано. Значит, всё-таки зумья слов. Вот. Экстрим хиллз или высокие холмы. Ну, а по-русски это просто горы. Ну, или маунтинг. Или как. Тут, кстати, были бы изумруды, если бы мы играли на 1-3-1, но мы не на 1-3-1, и поэтому здесь нет изумрудов. Так, я слышу, что-то ходит наверху. Нужно это выяснить, это свинки. На самом деле, есть... Ух ты, эти горы прям как я люблю. Ну, нет, это не совсем горы, как я люблю. Я люблю такие узкие горы, как полосочки. Возле которых есть вода, это просто, я не знаю. Меня и прикалывают почему-то. Но, к сожалению, по-моему, такие больше не генерируются, насколько я помню. И это, на самом деле, очень и очень и очень печально. Кстати, возможно, я эту серию сделал длиной в час, потому что... Ну, что мелочиться. Так. Может, стоит набрать саженцев разнообразных деревьев, но я этим, пожалуй, страдать не буду. Тут, кстати, нет волшебных команд типа ТП и так далее, поэтому мне придется сюда пехом выбираться. Вот тут, кстати, возможно, я бы жил. Ну, опять же, это возможно, и, в общем, ну, как обычно. Так, кстати, если там еще одна деревня, я офигею. Сквиты, сквидами я потом, наверное, займусь. По-моему, что они красители, как бы. Мне нужны красители. Так. О, нет, я потерял пол-хп, как я посмел. Ну, ладно. Нет, что-то залагивает. Для этих, кто думает, что 30 фпс это норм, мне, ребят, 30 фпс это... Отстой. Отстой. Как-то так. Я мог бы киркой запинать, но я не знаю, я суровый человек. Ну, а теперь, как это делать с киркой? Мне киркой быстрее на самом деле, если честно, но... Нет, потому что для плановостных овец мы не будем убивать, мы добрые. Нет, меня радует, что здесь коровы есть. Нет, пока что. Это у меня с себя, пожалуй, ставлю. Ну, в плане... Сверху. Кстати, там у нас... Сколько, сколько, по-моему, не знаю, что здесь минимум не с... А, так, а как тут меню? Сейчас мы... Странно, ну ладно. Сейчас покажу. Вот так вот меняется интерфейс. Кстати, по-моему... А, ну и тут есть еще... Сейчас покажу. Ряд интересных опций. Так, ну, во-первых, сделаем так. Можем сделать круглую... Круглая, кстати, по-моему, крутится за нами. Да, круглая крутится за нами, я не знаю. Мне она просто не нравится, почему-то. Хотя она, на самом деле, неплохая весьма. Ну, я не знаю, в Майнкрафте это что-то неплохая. Вот. Можем менять местоположение. Ну, мне привычно сверху. Кстати. Нормал. Здесь еще. Ну, это прям перебор. Моя такая устраивает. Здесь также есть... Так, сейчас вспомню, как это делается. Mask type. Так, здесь есть такая... Кстати, вот это выключим, да? Во. Ой. Буржуйство, ну ладно. Меня это тоже устраивает. Также тут, по-моему, есть слайм. Ну, и посмотрим слайм чанки заодно. Ба-а-а-как-сет. Не-не-не. Ну, в общем, я бы не назвал бэтсильное читерство, но, кстати, на сервере слайм чанки не отображаются. Для тех, кто считает рейсминемат читерным, я с вами и согласен над времен, и не согласен. Просто во все техник-паки даже встраивают рейсминемэп, и, например, не встраивают читерские моды. Значит, рейсминемэп и по логике не читерская. Для тех, кто думает, что рейсминемэп читерская, есть еще одна замечательная мини-карта. Не помню, как она называется, потому что я никогда не пользовался, и я только знаю, как она примерно выглядит. Карта чем-то напоминает рейсминемэп, только она служит для поиска блоков по ID. Ну, точнее, она так бы использовалась мной. На самом деле, она по умолчанию считает золотой, ой, фуалмазой и железо. Просто туда ID и руды вписаны. На самом деле, ее можно использовать для очень читерских и интересных махинаций, но я их пока что не буду раскрывать, потому что они реально читерские, и вам лучше о них не знать. Ну, просто не представляете, насколько может быть читерским какая-то вещь. Да, офигеть тут этих рейвенов. Ну, или ущелья. Ущелья, как-то правильно, кстати, назвать. Может, на числе даже ущельев. Вроде как-то не звучит. Ущелье, наверное, как-то так. Ну, без понятия, если честно. Сейчас я добегаю до домика, делаю кроватку. Может быть, даже прописываю ночь, либо жду ночь и... Ложусь спать, просыпаюсь и заканчиваю на этом запись. Да. И, возможно, даже сегодня... Ну, в плане, эту серию я выложу, скорее всего, сегодня. А следующая серия, возможно, будет даже тоже сегодня. Ну, в следующей серии, соответственно, будут походы по рейвенам, создание первых автоматических систем и так далее, и так далее. Но меня прикалывает деревушка, поэтому я с нас в этой деревушке пока что. Заодно посмотрим, как наш флэкс растет или нет. Потому что с него лутаются нитки, нитки нам будут нужны. А, собственно говоря, играть мне на писфуле и искать и убивать пауков, это... Ну, назовем это жестоким. Да. Это всего лишь маленькие, безобидные паучки, которые вас могут ланшотнуть. Хм. Блин. Привык уже. Круки настройки. Так. Музыка, конечно, хорошо, но... По-моему, она будет мой голос перебивать, поэтому я сделаю потише. Если будут звуки Майнкрафта перебивать мой голос, то, к сожалению, я как бы не учел кое-чего. Ну, в плане как, не учел. Но они до сих пор тут... Ребята, это, конечно, Майнкрафт, но все-таки, если я здесь стану начальником, никакой нетрадиционной ориентации понял, фиолетовый. Давай, пошел, свалил. Ты меня напрягаешь. Ну, ладно. Это так, слово было. На самом деле, очень бы не помешали кости, но, к сожалению, их пока что нету. Так, я хочу себе топорик. И нужно будет этот верстак переделать во что-то в плане... Вы знаете, что я его переделаю, но... Ладно. Так, закрафтим нашу кроватку. Я, кстати, не помню, где тут лава, к сожалению. Находится примерно даже. Так, кровать мы сюда положим вместе с мотыгой. Прикольно. У нас есть халявное топливо. Так, и нам нужна либо клина сразу для сплавов, но у нас как бы нечего... Я не знаю, как это было назвать. Я не знаю, как это назвать. Ну, как. В плане... Нету ресурсов, которые мы будем использовать для строительства. Так, я, наверное, сделал себе каменный домик. Такой, я не знаю, как это назвать. Я еще, честно говоря, ни с чем не определился еще. Блядь, я, на самом деле, если бы я здесь оказался на 1.3.1 версии, я бы был бы просто... У меня были полные счастья штаны, но, к сожалению, это не 1.3.1 и... У меня есть мысль, как я буду свой домик обустраивать. Ну, в плане перегородки, но, ладно. Назовем это барная стойка. Суровая барная стойка. Ну, ладно, почему барная, не знаю. Но это барная стойка в теории. Также я, предположительно, скоро... Ну, как я сгоню с алмазами, я буду производить фильтры и так далее. Ну, надеюсь, вы понимаете, как это производится, для чего я это буду производить и так далее, и так далее. Так, насколько я помню, для этого стола крафта... Сейчас мы даже посмотрим, как... Ох, как же мне эта фигня не нравится. Лол, options... О, как! I am shocked... Как-то, я не знаю. Опять. Не, вы это видели? Честно говоря, ребят, я не представляю... Лол. У меня... Ой. Крафт, лол, лол. Честно говоря, я не представляю, почему так происходит, но меня это прикалывает. Ха, забавно. Ну, у меня есть, на самом деле, предположение, почему так происходит, но мне оно не сильно нравится, кстати. Так, red power... Да. Ну-ка. Так, это не то. Варинг, 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 варинг. Нет, да. Ну, тут надо, в общем, чтобы все вот такие вот маленькие плюшки исчезли. Не знаю, в общем, сейчас скоро наступит ночь, я лягу на эту кровать и после всего этого все это делаю. Ну, и так далее, и так далее. Так, сейчас я хотел посмотреть, как крафтится project table. Ну, в плане, там, некоторую вещь уточнить, потому что я, честно говоря, не помню там один нюанс, что используется. Ну, кстати, как прекрасно выглядят слитки. Ну, я не знаю, просто. А силикон болт, он вообще выглядит тихо. Это, вот в этом, кстати, экстурпаке, вот эти вейферы, ну, платы, они более правильно прорисованы, чем в оригинальном red power. Вот, кстати, видно, что нужно. Вот такое ведро делается, вот такую вещь, которая... О, да. Нет, не крашнула клиента, я в шоке, ребята. Просто, если криво что поставить, это будет крашить клиент. Ну, здесь явно что-то криво поставлено, потому что, да, у меня мало фпса, и б, потому что ноту на фай, там, сон. Какой-то хренью страдает. Ну, видели, когда я попросил его показать мне использование, он меня, мягко говоря, материл. Не, ну, по-другому я просто не могу это назвать. Он мне на банальное использование дерева, вот лук ты мне покажешь. Нет, он мне сказал, мне пофиг на тебя. Ну, я потом с этим разберусь на самом деле. Как это, почему он выдает такую ошибку, из-за чего он выдает такую ошибку и так далее. Кстати, мой любимый project table. Посмотрим, как он крафтится, наконец-то. Ага, значит, три камня. Ну, я верно помню, что тут сказать еще. И у меня почему-то огроменно низкий фпс. Собственно говоря, сейчас вернусь. Да. Весьма забавно, но фпс до сих пор глючит. Он стабилизировался. По-моему, кстати, вот эта вот штучка горит. Если я правильно помню, опять же. Да, я правильно помню, кстати. Давайте зажмем волшебную ю и нас отправят в лес гулять. Ну, ладно. Назовем это так. Ну, собственно говоря, я не знаю, из-за чего эта ошибка. Просто я, ну, как бы все устанавливал как надо, а не как я раньше делал. А именно, я плагин для RedPower, для Nottingham Fighters, я его поставил впервые в папку mods. Обычно я все кидал в Minecraft Jar, и у меня все это прекрасно работало. Ну, я потом с этим поиграюсь. Может, и будет все работать как надо. Так, а теперь займемся абсолютно наглым веселым читерством. Здесь, кстати, стабилинтарит Х, поэтому... Кстати, ладно. Чуть попозже проверю свою теорию. Нет, я не хочу ломать стекло. Ладно, я, кстати, промолчу, если... Ладно, я знаю, что вы можете прокомментировать, но... Ладно. Будем считать, что я на это закрыл глаза, и я этого не предполагал. Не знаю, зачем я ламываю такое некрасивое оформление, но в плане... Ну да, в плане... Я не знаю. Какое-то здесь стреклое оформление. Но плавчатерюшка, это круто. Так, а теперь давайте сделаем, наконец-то, нормальный верстак. Так, нам нужен для этого... А, нам нужен еще сундук, поэтому мы здесь ставим всего лишь две штучки. И можно нажать сортировку. Ну, в общем, вы поняли. Собственно говоря, крафтим волшебный сундук. Надеюсь, никто не забыл, как крафтится волшебный сундук. Ну, это вообще не волшебный сундук, но... Когда его называешь волшебным сундуком, останется волшебным сундуком. Так, я не въехал в фишек, день, час или... Ну, в плане... Так, куда движется... Ага, в закат. Замечательно. То, что нужно. Так, предположим, спать мы будем здесь, в уголке, как обычно, подожжим. Ну, уже 38 минут записи. Ну, что тут поделать? Кстати, жители какие-то... Ладно, промолчу по поводу жителей, а то они обидятся и выгонят меня из своей деревушек. Я хочу здесь пожить. Деревушка, кстати, очень маленькая, всего лишь три домика. Житель, это моя территория. Так, церквушка, я на ней поставлю ракетную установку. Ну, ладно, я не буду ставить на ней ракетную установку, потому что я никакого мода на оружие не ставил. Так что у меня есть неплохая мысль про пережечь эту глину. Естественно, при помощи всякого мусора. Забавно. Ну, ладно. Я не помню просто такой фишки, либо я чего-то не въезжаю, либо я просто давно не играл в ванильный Майнкрафт. Насколько я помню, мне в нижний слот нельзя было закидывать ничего такого. Ну, когда же наступит эта ночь? Это называется, дольше всего я жду ночи. Ну, собственно говоря, кстати, кто знает, из-за чего вот у меня такая ошибка вылетает с RedPower, когда я нажимаю кнопочку U или Usage, ну или использование. Ну, можете отписать в комментах, я буду только рад. Давайте посмотрим настройки. Так, нет, это не те настройки, которые нам нужны. Так, Minecraft Cloud, чисто TME, Real-time, все, что-то сейболи. Так, это... Item Drops. Блок, Item Message. Ну... Хм... Хм-хм-хм-хм... Давайте, вот, use buffer. Да, он нас почему-то отправляет блок далеко и подальше. Так. Я не знаю, почему он нас отправляет далеко и подальше, но давайте посмотрим. Может, я не эту кнопочку нажимаю. Ну, я образно. Ну, вот, так, сорт инвенторий, чат инвенторий, drop, zoom, выбор булка, drop. Ну, в теории все правильно. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сник, 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 сник. Не помню, что это такое. Что за сник? Ну, в плане... Нет, я просто не помню. Ну, вот, у меня Optifine. Кстати, Optifine нужно... Переставить knife, потому что я привык так. На самом деле, эта привычка идет с... Так, она Ctrl... Ну, Ctrl ничего не делается. Ну, точнее, может, что-то и делается, но я не знаю, что делается. И меня это совершенно не радует. Ух ты, как неплохо кирпичи дожарятся. Так, следующая серия. Я не знаю, что я буду делать. Либо, кстати, лен растет очень медленно. Это был флакс, лен. Я, наверное, в какую-нибудь пещерку или... Ну, в общем, я смотаюсь куда-нибудь за ресурсами. У меня в планах ходить в фулл-алмазной броне, хотя не вижу там большого смысла. Также у меня в планах построить какой-нибудь компьютер этим деревенщинам. И чтобы они играли в компьютерные игры. Ну, образ, знаю, опять же. Мне даже страшно представить, что превратится эта деревенька, когда я здесь буду автоматизацию строить. Например, здесь построю какой-нибудь цех переплавки. На самом деле, их будет всего лишь два склада и переплавка. Потому что измельчения не будет, компрессии не будет. В общем, на самом деле, только хардкор, только печки. Предположительно, там будет еще энергохранилище, возможно. Я не знаю, если честно, что там будет и как там будет. О! Замечательно. Давайте поспим. И я, наконец, закончу эту весьма длинную серию, которая уже весит полтора гигабайта. И ладно. Так, кстати, pressure plate, они тоже говорят. Ну, или нажимные пыльты. Так, собственно говоря, я сейчас пойду разбираться, почему у меня глючи. Ты нет? Вот на файтам с кузнец. Да. Ты же не говорящий, не продающий. Ты бесполезная часть общества. Ты не должен жить в этом домике. Это тебе мой домик. Уходи. Ты плохой кузнец. Ну, как-то так. Кстати, а тут же... А, нет, тут не было двери. Кстати, с этой деревушкой было бы забавно, на самом деле, поиграться, когда было бы 1,3. Кстати, с жителями. Я не знаю, что можно с жителями строить. Можно какой-нибудь. Честно говоря, я с жителями не игрался, но пускай пока живут. Я их потом как-нибудь размножу. В плане, знаю, как их размножать даже. Это будет весьма интересно посмотреть, что из этого получится. К сожалению, жители, они не тупые. Они даже на печеньки, наверное, не ведутся. Но я не проверял печеньки. И печеньки сейчас нельзя закрафтить. Ну, в плане... Точнее, закрафтить их можно. Для них нужны какао-бобы. А какао-бобы в этой версии вырастить нельзя. И без индустриал крафта их тоже вырастить нельзя. И, в общем... Кручь, печаль, песка. Кстати, вот, чтобы вы видели, индика... Ну, индика-караска, на самом деле, это замена ляписа. Ну, если вы жадный человек, но я ляпис здесь не буду скупиться на ляписе. Может, даже домик с ляписа построю, потому что, как вы понимаете, ляпис на самом деле, он даже с техник-модами-то не сильно тратится. Единственное, какой мод его тратит, это, пожалуй, только и даст реал крафт. Кстати, под такую приятную музычку, весьма стандартную, с которой я уже не слышал, я не знаю даже сколько. Правда, сейчас бы заиграл рок, было бы смешнее, но, тем не менее. С вами был GVH007. Не забываем подписаться, поставить лайк, что-нибудь прокомментировать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!